Мужская футболка Мужская художественная гимнастика Японское же направление имеет совсем другие правила и уровень сложности. Выступление строится на виртуозном владении своим телом, силе, координации и выносливости. Инвентарь также отличается. Парни используют кольца вместо обручей, утяжеленные булавы, скакалку и трость с длиной в 90 см. Уровень сложности японского направления существенно выше, нежели в женской дисциплине. Я занимаюсь этим видом спорта с 16 лет. Мне сейчас 21. Я четырехкратный чемпион России в личной программе и в паре. С Юлией Кутлаевой тоже мы выиграли в этом году чемпионат России. Случай у нас, конечно, такой, наверное, очень редкий и уникальный в своем роде, потому что в 16 лет Артуру видел, может быть, он даже раньше видел, но в 16 он мне озвучил о том, что он видел вот такую гимнастику, а ему всегда очень хотелось чем-нибудь заниматься, ездить на соревнования, потому что я тренер по художественной гимнастике, я очень часто уезжала на соревнования, на сборы. Он всегда очень завидовал, говорит, я бы тоже так хотела. Мы решили попробовать. Вот уже 5 лет Артур ежедневно посвящает свою жизнь этому виду спорта. Многочасовые тренировки под руководством Александра Буклова и его мамы Натальи. Ну, обозначай силу хоть какую-то давай, энергию закладывай какую-то в эту. Нет, только ты прям положи ее, чтобы она так без остановки. Раз сюда, да. Давай, ты беги, беги, беги. Ой, да нет, ты оставь. Не надо опрокидывать этот конец верхний. У Артура у нас немножечко хромает составляющая физической подготовки, и мы над этим боремся, бьемся. Конечно, он мальчик уже взрослый, он же мужчина. Хочу, чтобы он был осознанным, сознательным, чтобы он воспитывал в себе физические качества, а не работал только над тем, над чем ему хочется работать. Он, безусловно, очень талантливый и талантливейший человек. Раз, рука прямая здесь уже. Вот так, понимаешь, как бы вот так вот надо сделать. Быть тренером своего сына я тоже очень переживала, потому что у меня есть еще дочь, и с дочерью не сильно у нас получились взаимоотношения именно как тренера и спортсмена. А вот как раз таки с сыном все получилось по-другому. Он слушает, слышит, воспринимает меня как тренера. То есть у нас нет такого, что там мама. В спорте нечасто встретишь, что в роли тренера выступает мама. Но Наталья с Артуром смогли найти грани между рабочими и семейными взаимоотношениями. У нас есть правила, мы дома не говорим вообще про тренировки. Мы вышли из зала, и мы стараемся не говорить. Если даже я забываюсь и хочу что-то сказать, он мне всегда говорит, мама, мы дома. Перед тем, как выйти на соревнования, элементы с каждым предметом нужно отработать в зале и довести до идеала. Это булавы. Я с ними не выступаю, но всегда беру, чтобы были, вдруг что-нибудь захочу с ними поделать. Скакалка. Потому что я с ней выступаю, с ней тренируюсь. Кольца, естественно. Я выступаю с одной палкой, но вторая всегда нужна, чтобы была запасная. Чтобы на всякий случай. Не держишь плоскость. У тебя есть плоскость, Артур? Ты работаешь пока что в вертикальной плоскости вдоль стеночки. Вот ты пошел раз, два, ты понимаешь? Ребята молодцы. Я им хочу сказать, что они огромные молодцы. Потому что вопреки всему, вопреки над смешком каким-то, они работают, они понимают. У них есть своя глава, они индивидуальность каждой личности. Я считаю, что ничего стыдного, постыдного, зазорного в этом нет. Это просто уникальный вид спорта, который заслуживает просто аплодисментов стоя. Вот честно, то, что очень сложное. Как и любой новый экспериментальный вид спорта, мужская художественная гимнастика не могла прижиться сразу. Сейчас то же самое происходит в синхронном плавании. Мужчины пытаются доказать свое право на женственность, несмотря на противоестественность. Скажи, был ли у тебя буллинг? Буллинга? Не было. Ну, неужели никто не говорил, что ты занимаешься не мужским видом спорта? Ну, все, во-первых, кто это говорил, я им показывал, чем я занимаюсь. Я показывал акробачку, показывал свои выступления, видел странировок, и потом все брали свои слова обратно. Гимнастика закалила характер Артура и сделала его более дисциплинированным. А главное, перевернула жизнь в лучшую сторону. Если бы я не занимался гимнастикой, и все было бы, как я планировал до нее, я бы учился в медицинском, и ничего такого даже бы не знал. А из-за того, что я попал в гимнастику, мне это очень понравилось, очень интересно. Я сейчас живу в Москве, могу тренироваться в хорошем зале. Со стороны элементы кажутся простыми и несложными, но на деле нужна хорошая физическая подготовка, а главное – идеально оточенная техника. Для того же выброса кольца необходимо приложить усилия. А поймать его коленями неподготовленному человеку вообще невозможно, хотя у меня получилось. Смешанные пары – это новое направление, это придумала Ирина Александровна Виннер. Зрителям это нравится гораздо больше, чем мужская отдельная или женская, потому что это все вместе, симбиоз. Сейчас, во-первых, мы выступаем в 2.30, то есть зрителю больше возможностей насладиться моментом. Чтобы в будущем из олимпийского движения не убрали женскую гимнастику, нужно вводить мужскую. Международный олимпийский комитет придерживается того, что все виды спорта должны быть равны. Наш вид спорта – мужская художественная гимнастика – как отделение официально включен в Федерацию, Всероссийскую Федерацию Художественной Гимнастики. То есть во всем мире нет такого, чтобы официально мужская дисциплина была включена в какую-либо Федерацию. Раз сюда. Просто ты кувыроком, а смотри, что никто не делает, а девочки делают, надо же тебя чем-то отличить от девочек. Ну как-то да, вот так вот вытяни руки свои еще раз, давай сделай кувырок. В спорте каждый грамм на счету, потому что вес спортсмена напрямую влияет на исполнение элементов. Какой диеты я не придерживаюсь, просто ем все, что хочу, и из-за того, что я тренируюсь, у меня все калории сжигаются. То есть если мне надо поесть ночью пиццу, я могу поесть ночью пиццу. Он просто не успевает есть, он все съедает, поэтому у него диеты нет. Артур вырос в спортивной семье, в которой каждый отдается своему делу. И выходной – это единственная возможность отвлечься от тренировок. Стараюсь проводить с ними больше времени, потому что за неделю мы не так часто видимся. И вот выходные созданы для того, чтобы проводить время с моей семьей. Это непередаваемые эмоции, ощущения, когда ты видишь, что твой брат выступает на разных шоу. Это еще больше гордость, счастливые такие моменты жизни, которые связаны со спортом и вообще с гимнастикой. Ну, у меня цель просто тренироваться, получать от этого удовольствие, выступать. Не знаю, что будет дальше, но пока мне это очень интересно. Несмотря на бытующие стереотипы, Артур и не думает оставлять этот неоднозначный вид спорта. Пускай вокруг мужской художественной гимнастики ломаются копья. Его задача, как он сам говорит, не спорить, а завоевывать медали. Появившаяся 19 лет назад мужская художественная гимнастика, конечно, успела измениться. Все реже можно встретить мужчин, выступающих на гимнастическом ковре в купальниках со стразами, которые и так шокируют зрителей. Но все равно так сложно разрушить консервативное мнение, что художественная гимнастика только для девушек, и мужчинам в ней не место. Мужская художественная гимнастика – это будущее мировой художественной гимнастики, не только отечественной.